Невшая резиденция Виктора Януковича в Межигорье стала центром притяжения для всех украинцев. Туда сейчас стоит многокилометровая пробка, люди едут на машинах и целыми автобусами, а попадая в затор не разворачиваются обратно, а просто бросают транспорт и идут пешком. Вокруг самого дворца собрались тысячи желающих попасть внутрь и взглянуть, как жил украинский президент. Что там будет дальше, неизвестно, версии самые разные, от санатория до музея коррупции. Впрочем, славу последнего резиденция уже обрела. Олег Глухих подробнее. Межигорье, райский уголок, площадью 140 гектаров на берегу Днепра. Когда-то государственный имущественный комплекс, приватизированный Виктором Януковичем под собственную резиденцию. Теперь любой желающий может прогуляться по тропинкам, меж скульптур и хвойных деревьев и даже выгулить собаку на поле для гольфа, стоимость которого эксперты оценивают ориентировочно от 2 до 3 миллионов долларов. Скучная усадьба, водоемы, банный комплекс, дома для прислуги, конюшня, даже свой парусник в уютном затоне. В подсобных помещениях то ли зоопарк, то ли ферма, породистые козлы, страусы, свиньи. В гараже десятки автомобилей и мотоциклов. От советской классики до суперкаров. По резиденции уже организованы экскурсии. Подсуетились предприимчивые деловые люди. Фотографироваться и выкладывать снимки в соцсети теперь модно у посетителей Межигорье. В президентском джакузи, за барной стойкой и даже в уборной. Здесь, как 10 лет назад, в замках Саддама Хусейна бросились было искать золотые унитазы. Оказался только на позолоченной ножке. Для рядовых граждан настоящий культурный шок. На стенах портреты Януковича, в баре спиртные напитки с его изображением, огромные столовые залы. Здесь и эклектика, и древнегреческие мотивы, и классицизм, и барокко. Одна люстра стоимостью 100 тысяч долларов. Подтверждением тому множественные документы и счета, которые пытались сжечь и утопить. Добровольцы выловили остатки этих бумажных свидетельств в жизни Януковича и разложили сушиться. Со слов очевидцев, в сауне обнаружены полотенца, сложенные в виде лебедя, и красные мужские трусы. Кому принадлежали, можно только догадываться. Много разных излишеств. В парке президента Украины столовое серебро и золото, а то, что не успели в спешке забрать. На самом деле, Виктор Янукович, готовший сам имущественный комплекс Межигорье, вновь перейдет в государственную собственность. За это решение проголосовало абсолютное большинство депутатов Верховной Рады. Олег Лухихелья Климов, Вести.